Всем привет! У меня сегодня происходит полив орхидей, которые растут у меня в зимнем саду, вот на этом трёхэтажном стеллаже. Подготовлена для них вода следующая. Почему сегодня решила показать в очередной раз полив? Потому что, может быть, кто-то забывает, может быть, кто-то невнимательно слушает. Конечно же, присподсоединяются к каналу очень много новых любителей орхидей, новых зрителей канала, которым не совсем понятны принципы полива моих орхидей в моих домашних условиях. Как можно полить эту коллекцию орхидей в 500 штук? А может быть, сейчас уже больше, девчонки. Я почему-то вот эту зафиксировала цифру, и всё, орхидеи-то никуда не убывают. Они только прибавляются. Поэтому, я не знаю, сколько у меня орхидей, лучше не спрашивайте. Могу сказать, что очень-очень много справиться с поливом этих моих красавиц, которые наполняют мою жизнь каким-то великим смыслом. Вот потому что это моя отдушина. Это те растения и вообще то хобби, которое переключает меня просто, вы знаете, вот так вот, на щелчок. Вот. И уводит в мир прекрасного. Я забываю всё, что происходит вокруг. Вот, поэтому на канале, даже не совсем благополучное и лёгкое время, я показываю только красивые растения. Вот. Потому что я знаю, мне многие пишут, Ирина, как важно, что вы нам их сейчас показываете. Полив. Давайте. Значит так, первый вопрос, и очень частый, который в последнее время мне задаётся, но расскажите, как вы хоть поливаете это братство? Давайте изначально я поясню общую концепцию полива, которая существует у меня в коллекции. Все растения, все без исключения, поливаются методом пролива и оставлением воды в нижнем уровне. Как я определяю, какой уровень воды налить каждой орхидее? Вот, девчонки, здесь работает индивидуальный принцип. И мои наблюдения, которые есть в отношении каждого горшка, каждой посадки. Ну, вы знаете, я уже их чувствую просто вот всеми-всеми фибрами души, свои растения. И поэтому я знаю, какой орхидей, сколько налить воды. Одновременно могу сказать, метод долива воды, он для меня как спасение. Потому что полить такое большое количество орхидей методом погружения, которое является классическим методом полива наших орхидей, у меня нет возможности. Поэтому все орхидеи посажены в такие посадки, которые позволят мне минимизировать мой уход за этими орхидеями. И не только в качественные, правильные посадки, но и в комплектацию грунта. Когда я делаю миксовку разных компонентов, куда-то я, например, могу добавить больше влагоемких компонентов. Потому что орхидея до пересадки показывала мне определенную, ну, динамику поглощения поливочной воды. И как быстро она просыхала. Поэтому при пересадке конкретной-конкретной орхидеи, я уже знаю, что добавить в посадку для этой орхидеи. Далее. Объем воды зависит от следующего. Проливая воду, я понимаю, что, например, у меня вот в посадке вот этой орхидейки, это орхидея сангрия, либо орхидея, сейчас скажу, детская личика, baby face. Здесь я знаю, какие компоненты грунта у меня туда шли. Какое-то количество влагоемких компонентов было добавлено в миксовку коре. И поэтому метод пролива очень хорошо работает. Я знаю, что тот мох, который я добавила в 5%, в уровень коры, он очень хорошо будет намокать во время протекания воды в нижний уровень. Воды я этой орхидеи наливаю обычно где-то, ну, здесь сейчас это уже здесь темная тина. Вот сейчас водичка спустилась сюда вниз, обычно наливаю где-то я ей сантиметр, потом водичка опускается. Это этой орхидеи. Вот посмотрите здесь, здесь не разобрать вообще, грунта не видно. Вы представляете, как мощно развилась корневая система у этого беглипа? Это вот, вот этот вот мой гусаромонстр, вот усищи во все стороны и цветоносы у него, вот они во все стороны. Это все его богатство. Вот, и корней у него очень много, и листьев у него очень много, и этой орхидеи. Так как у него в посадке только стопроцентная кора, архиата фракции 9-12, я наливаю воды где-то одну четвертую, вот, заполняю водой, вот так. Потому что я знаю, что достаточно быстро, за 5 дней, такое количество корней выпьет поливочную воду на ура. И последствий от оставления воды в нижнем уровне у этой орхидеи не будет плохих последствий. Ну, то есть пропадание корней при высокой влажности нижнего уровня посадки. Долив воды зависит от Первое. Состава грунта. Если я знаю, что в посадке у орхидеи есть немалое количество, ну, 7-10% влагоемких компонентов, я это учитываю в обязательном порядке. Потому что я знаю, что протекаемая вода быстро их намочит. Далее. Объем воды, который я оставляю в нижнем уровне, в своих орхидеях, вот здесь, в посадках, вот здесь, в нижнем уровне, зависит в том числе и от количества корней. Если у орхидеи мало корней, то тогда я наливаю немножко меньше воды. Потому что мне не нужно переувлажнить посадку. Если у орхидеи объем корней большущий, великий, то тогда я наливаю ей водички побольше. Потому что я знаю, что, конечно, большой объем корней очень быстро поглотит поливочную воду. Поливочную воду еще хорошо на себя берет и кора. Через определенный промежуток времени, да, там через сутки, грунт тоже может с нижнего уровня достаточно хорошо напитаться. Ну, здесь плохо сейчас видно. Это у меня орхидея бронзовый Будда, который поливается мной достаточно часто. Корней в посадке очень много и наливаю я ему при поливе одну четвертую нижнего уровня горшка воды. Вот так. Посмотрите, вот тут, это моя королева. Это королева, вот эта вот красавица. Так как у этой орхидеи очень большая наземная часть. Размах листьев 70 сантиметров, но вы видите, она очень большая. Эта орхидея у меня в коллекции 13 лет. Так, в объеме у этой орхидеи в посадке очень много корней. И с учетом этого, именно этой орхидейке я сменила систему содержания. Она у меня после пересадки росла вот в этом горшочке, но на поддоне. И я видела, что те корни, которые стали развиваться в посадке у этой орхидеи, они очень хорошо набрали массу и доросли до нижнего уровня горшка. И вот тогда я решила поменять ей систему содержания. Я убрала тарелку и поставила эту орхидею во второй горшок. И вот таким образом мне удалось облегчить свой труд и уменьшить время ухода за этой орхидеей. Почему? Потому что очень часто приходилось ее поливать. Я ее поливала, я мучилась. Я специально вот на переднем плане стою, потому что эта орхидея показывала мне потребность в воде через каждые 5-6 дней. Вот. Поставив второй горшок, сейчас эта орхидейка у меня поливается, как и все орхидеи, раз в 2 недели. Потому что для этой орхидеи я наливаю уровень воды. Вот здесь вот нижний уровень дна этого горшочка, я ей наливаю воды вот столько. Вот столько. После полива орхидея находится в воде. Эта вода через сутки, конечно, уровень у нее падает за счет того, что корни достаточно хорошо поглощают поливочную воду. Ну и, конечно, кора. У этой орхидеи в посадке еще там небольшое количество мха. Конечно, важно заметить, что когда только я пересадила орхидею, метод полива, проливом и оставлением воды в нижнем уровне, не работает до тех пор, пока кора, в которую я пересаживала орхидею, не станет влагоемкой. А станет она влагоемкой в зависимости от того, какого качества кора. Если она совсем дикая, совсем сухая, то, вероятно, понадобится 3-5 полноценных замачиваний горшка в воду полностью на 30-40 минут с каждым поливом. Как только вы видите, что после полива орхидея начинает хорошо сохнуть, просыхает, я делаю следующий полив. Он равно такой же, как и первый. Я вам просто рассказываю, что после пересадки необходимо сделать кору влагоемкой. На это уходит какое-то количество времени. И вот именно тогда метод полива погружением всех новых пересаженных орхидей. Как только кора становится влагоемкой, это видно по характеру изменения цвета коры, я понимаю, что я уже могу орхидею после пересадки перевести на метод полива, проливом и оставлением воды в нижнем уровне. Закрытые системы посадки. Колбы высокие, вот эти вазы, либо у меня есть посадки в большие пластиковые кашпо, которые не имеют дренажных отверстий внизу. Вот такие колбы у меня поливаются изначально после пересадки. Также 2-3 полива у меня идут полноценным замачиванием этой колбы в воду для того, чтобы сделать крупную кору, которую я всегда использую в посадку, закрытую систему, чтобы сделать эту кору влагоемкой. Как только кора становится влагоемкой, изменяет цвет, я это прекрасно вижу. Я понимаю, что орхидея уже готова к изменению метода полива. Вот тогда я начинаю уже доливать по поверхности ей водички, по всему контуру. Вот так вот грушей аккуратненько вода стекает. Так как в закрытую систему посадки в уровне крупной коры у меня идет немалое количество мха, вот проливочная вода, она очень хорошо поглощается этим мхом и начинает увлажнять весь верхний уровень и средний уровень посадки. И вот так вот методом долива я доливаю воду обычно где-то верхний уровень дренажного слоя. Здесь у меня керамзит и камушки. И все, и так орхидея содержится. Один раз в 3-4 либо 5 месяцев, в зависимости от количества корней, от потребности орхидеи в поливах, от того, как быстро просыхает в посадке грунт у орхидеи. Иногда я делаю полноценный залив этой колбы водой. Это происходит, как я вам сказала, где-то раз в 3-5 месяцев. Ну и поливаю я свои орхидеи фильтрованной водой. Эта вода проходит несколько циклов очистки. У нас стоят магистральные фильтры жесткой очистки, где оседают крупные частицы каких-то вкраплений при подаче воды. И потом я пропускаю эту воду через фильтр Аквафор. Я использую Аквафор, можно использовать любой фильтр. Я покупаю фильтры, которые имеют характеристику до очистки жесткой воды. На этих фильтрах так и написано. Вся вода, независимо от количества растений, у меня их много, обязательно фильтруется. Я делаю это накануне, как правило, либо в момент полива. Один тазик у меня поливается, второй тазик фильтруется. Все достаточно быстро. Для полива растений я использую грушу и доливаю воду. Ну вот буквально, да, куда груша, она очень хорошо помогает подобраться везде. Вы так ничем не подберетесь, никакими там бутылками с прикрепленными к ним какими-то этими палочками длинными. Не подберетесь, поверьте, я проверяла. А вот эта вот, моя мягкая груша, она залезет везде и не поцарапает корни. Вот, если у меня растение, например, имеет большую вот такую вот поверхность, вот такую, да, в горшке много расстояния, я беру лейку, которая имеет вот такой вот опущенный кончик. И все. И я прекрасно этой лейкой вот так, так же по поверхности поливаю свои растения. Лейкой получается очень быстро. Обычно вот эти горшки, которые там от двух литров до трех литров, вот они как раз у меня очень хорошо этой лейкой проливаются. Наливаю воды и смотрите, сколько корней, да? Капец! Вот здесь я вот этой орхидеи, она такая выпивуха, я ей наливаю вообще 2 сантиметра воды. Вот так. Потому что у нее, во-первых, потребность в воде очень большая из-за того, что корней жутко сколько. У нее там в посадке достаточно крупная кора, фракции 18-25 и немножко мха. Орхидея очень быстро после полива пересыхает. Думаю, на основные ваши вопросы я ответила по поливу своих орхидей. Но если что-то вдруг не до конца дообъяснила, пишите. Опять-таки, я по обработке тех вопросов, которые поступают на канал, снимаю видео. Очень часто мне пишут, Ирина, я вот вам в том видео задала вопрос, вы мне не ответили. В следующем видео задаю тот же вопрос. Вы знаете, вы мне иногда задаете такие вопросы, на которые ответить на комментарий ваш невозможно. Это нужно книгу сочинить, потому что краткие ответы на ваши вопросы я не даю. Потому что краткие ответы не дают раскрытой возможности раскрыть тему. Понимаете? Поэтому, конечно, все я записываю в свою волшебную тетрадку, где по темам группируются ваши вопросы, и потом я уже отвечаю на ваши вопросы в своих видео. Поэтому прошу понять и не обижаться. Я делаю это для вас, для лучшего усвоения и лучшего ответа своего на ваш вопрос. Сегодня я вам рассказала о принципах полива, которые я использую, которых я придерживаюсь при поливе орхидей после пересадки, домашней пересадки, именно от азиатских производителей. Речь сегодня не шла о поливе орхидей, которые у меня содержатся и растут во мхе, либо в посадках, которые имеют в своем проценте относительно коры 30% мха. Об этом я вам сниму отдельный видеоролик. Видео информация будет для вас обязательно предложена. И вы услышите о отличиях полива орхидей, которые содержатся в коре и мхе. И важно сегодня еще обратить ваше внимание на то, что при пересадке домашних орхидей, которые имеют большое количество воздушных корней, а все воздушные корни у растений, вот посмотрите, какие они вырастают у моих орхидей, здесь все переплетено. Вот эти корни при домашних пересадках я обязательно заправляю в посадку. И вот если такие корни в большом проценте заправляются в посадку, то первые поливы таких орхидей у меня происходят немножко по-другому. Видео о поливах таких орхидей с помещением корней, которые не работали в условиях грунта в посадку, у меня на канале тоже есть. Каждый раз пересаживая орхидеи вот с такими большими воздушными корнями, я вам рассказываю о том, что поливать я такие растения буду. Первые 2-3 полива полноценным опрыскиванием, плотным, мощным опрыскиванием этих орхидей. Никакого замачивания орхидей после пересадки я не делаю. Если вот, посмотрите, вот эти корни, да, вот, заплести их в посадку и около них расположить большое количество грунта. Опасность велика. Опасность состоит в том, что эти корни никогда не работали в условиях грунта, они часто начинают пропадать, просто тупо гнить. Вот, и виной этому наши с вами поливы. Поэтому я всегда акцентирую ваше внимание на то, что при помещении воздушных корней в посадку нужно крайне аккуратно начинать поливать эти корни. Но у меня на сегодня все. Желаю вам здоровья, благополучия, мир в каждый дом. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok